Ева, всем привет! Сегодня я записываю любопытное видео, в котором я буду стрелять на вот этом огромном, гигантском просто сарае в чистом поле, ну ладно, почти в чистом поле, с корабельного 183-х миллиметрового орудия, и при этом я светиться не буду. Этот бой полностью показывать не стал, потому что за первые 9 минут я сделал 4 выстрела, из них один раз пробил Мауса, Маус один раз пробил меня, по вот этому Е4 один раз я срикошетил и два раза просто не попал. Все, это было то, что было в первые 9 минут этого боя. Счет, как видите, 9-12, 11-12, ну и теперь остается минусануть Е4. Выстрел этот самый несветящийся, он будет где-то примерно через пару минут, если что. Приблизительно сейчас я Е4 буду пробовать убирать. Е4, кстати, стрелял по мне фугасом, и мне очень сильно повезло, сейчас снайперское орудие, вот, мне очень сильно повезло, что он попал мне в борт, в гусеницу, поэтому не пробил мне фугасом, потому что рубка у меня 14 миллиметров, как у старой доброй вафли, она прошивается фугасами, на 1000 у Е4 в частности. Е4 стрелял по КВ-4, и, соответственно, я уезжаю его спокойненько и добираю. Оставимся мы с КВ-4 одни, против трех ПТ, при этом КВ-4 шотный, слепой, и, по сути, означает это, что я остаюсь, по сути, один. Немножко я ускорю. Как раз перед этим боем у меня здесь подходила вторая отметка на ФВ-40-05. Очень я надеялся сделать еще хотя бы парочку результативных выстрелов, и, соответственно, смещаюсь я в сторону союзной базы, своей базы, потому что очевидно, что сейчас ПТ-шки или поедут враги ее захватывать, или поедут, попытаются меня добить в городе. Кто-то один встал на захват, доезжая сначала до первого куста. С этого куста, естественно, я базы не увижу, кто там стоит. Немножко, поэтому я теряю немножко здесь время, с одной стороны, с другой стороны, это потеря времени на руку мне сыграет. В конце боя КВ-4 все-таки уходит в ангар, естественно, никого не засвечивает. Вот стреляющие кусты его убивают. Ну и я смещаюсь в сторону захватчика, чтобы получить защитника. Причем еще как получить? Смотрите, сейчас будет интересно. Очень-очень интересно. Я даже этот момент сейчас перемотаю. Подъезжаю я к кусту на огромном сарае, у которого маскировка примерно как у ИСТО. Я не свечусь с этого куста. Здесь передо мной еще есть дерево. Я не делаю непрозрачный куст, я не откатываюсь назад. Я просто стреляю с этого куста. А я не свечусь, но вот как такое возможно? Смотрите, я сейчас перемотаю еще разок. Потому что этот момент, он меня удивил к крайней степени еще на стриме. Сейчас я замедлю. Эй, не то наживаю. Вместо замедления я нажал. Еще раз перемотать. Ну ладно. В общем, смотрите. Сколько до этого? 704 точно. Из снайперского режима, конечно, мне сейчас не выйти. А, не покрутить. Вот. Где-то до него он упускает 200 метров. Коэффициент маскировки у меня примерно как у ИСТО. То есть, лучше, чем у Мауса, но примерно как у ИСТО. Сколько метров? 146 метров. Так, подождите. Дайте, 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 дайте. Дайте мне сделать то момент выстрела. Блин, надо было... Вот, 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 вот. Вот, в момент выстрела, смотрите. Получается, что получается? Получается, это куст и дерево получился. Получился как бы двойной куст вместе с деревом, или что? Поэтому я не засветился. Ну, в любом случае, крайне любопытный момент. Остается для меня до сих пор загадкой. Как я не засветился с этого выстрела? После этого выстрела. Смотря на то, что до объекта 704-го было 150 метров, и куст был прозрачный. То есть, в прицеле был куст прозрачный. Я не откатывался назад. Ну, и, кстати, борщ 338 метров. Сейчас, если вы обратили внимание, как раз прицел я на него навел проверить, сколько до него метров, и почему я опять не свечусь. Ну, как такое, возможно? Ну, ладно, борщ, он как бы маленько подслеповат, там, если я не ошибаюсь, районю 360 метров у него обзор. Плюс, возможно, там какой-нибудь 90% экипаж. Ну, или моя там маскировка с коэффициентом 6 или 7 все-таки дала о себе знать, и в итоге борщ меня не увидел. Но, скорее всего, я думаю, борща был не 100% экипаж. Со 100% экипажем борщ должен был меня светить. Ну, и начинается у нас вот моя игра нервов. Сначала я ее проигрываю. Поехал я куда-то. Куда-то я поехал от своего волшебного камня, из-за которого я застрелил борща, получил за это по грилю, по лицу. Так, еще раз сейчас ускорю. Я сначала замерил, теперь ускорил. Сдаю ее назад, в другой куст. Немножечко, чтобы сюрпризом была позиция моя для противника. Пусть не полным сюрпризом, но дальше я, боюсь, не уеду, потому что, скорее всего, гриль меня опять засветит. У гриля еще, как мы видим, 5 фрагов. Наверняка он захочет взять себе воина. Соответственно, нужно просто его подождать. Все, я делаю обычную скорость. Начинаю ждать. Вы пока можете начинать вместе со мной гадать, как я еще раз не засветился после выстрела этому по объекту 704. Реплей, кстати, залит на вот реплей. Струхинт по нику можете погуглить и скачать на фв 40.05. Там у меня один или два реплея всего. Ну, за последний месяц, по крайней мере. Так что не ошибетесь. Посмотреть, как я не засветился после этого выстрела по 704. Ну, а тут уже дело техники, по поводу дождаться, конечно, от угря. Кстати, медаль бомбардира, кто там заметил, появилась внизу. Это баг реплея, когда перематываешь во время записи. Там появляется этот небольшой баг с медалью бомбардира. Мастера, кстати, я получил за этот бой основной калибр. Защитник. Две советские отметки на британской бабахе. И это просто менеджер реплей. Так их отображает. 5.800. 62, кстати, тоже 5.800. Мы стреляли союзные. Молодец. Сыграл этот бой я, кстати, во взводе с Никитосом. Никитос в этом бою немножечко не повезло ему с Рашем. Вот, на этом будет заканчиваться. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну, а главное, оставляйте комментарии ваши по поводу того, как я мог не засветиться после этого выстрела по объекту 704. Все-таки сработало дерево или куст. Ну, а почему тогда в прицеле был этот куст непрозрачный? В общем, для меня это загадка. В любом случае на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.